В ночь со вторника на среду в Сарове выпал снег и практически закрыл грязь и слякоть. На календаре 22 января, а это, пожалуй, лишь второй такой сильный снегопад в этом сезоне. Погода этой зимой больше напоминает европейскую. Причиной аномально высокой температуры синоптики называют теплый воду с Атлантического океана. Нравится ли такая погода саровчанам? Пойдемте узнаем. Скажите, вам нравится зима в этом году? Нет. А чего вам не нравится? Снега мало, на лыжах нельзя ходить. В основном это. Но снега побольше. Но в природе нет плохой погоды, поэтому я люблю зиму вообще. Конечно, хочется на лыжах покататься, но я верю в лучшее будущее, может быть, все-таки снег выпадет. Нет, это не русская зима. Нравится. Че? В том, что снега нет, тепло. Да. А потому что морозы не сильнее. Ну, нет, как-то зимы какая-то. То ли осень, то ли весна. Все тает. Даже, ну, заморозить ничего не успевает. Все сразу же течет. Лично мне, например, нравится, когда снег выпадает не в обычное время. Так сказать, например, вчера снегопад настал, ну, застал меня внезапно, мне очень понравилось. А так, вообще, мне в памяти просто более отчетливо запечатлеваются, запечатлеваются сезоны, когда зима приходит достаточно поздно. То есть я успеваю насладиться осенним периодом и с открытым сердцем встретить снег и зимнюю красоту. Потому что это не зима, а весна настоящая. Нет, конечно, скользко, тепло. Че ж хорошего-то? Зима должна быть зимой. Мне не нравится то, что мало снега. И вообще зима с каждым годом становится все хуже и хуже. И так кажется, как будто летом уже выпадет снег. Обычная зима, конечно. Ждем снега, но наконец-то дождались. И посмотрим, что будет дальше. Ветром мне нравится. Сильный ветер. Снег только маловато, и все. А так нормально, мне нравится. Ну, кому она нравится в этом году? Только если дворникам что чистить не надо. Этим машинам по три раза на дню не нужно чистить. А так она никому. Ну, это слякоть куда? Ну, не очень. Хочется хоть немного мороза. Снег пошел, он такой слякотный. А не нравится. Снега нет. Зима в этом году бьет рекорды по самой высокой температуре воздуха. В прошлом году рекордсменом по самой низкой летней температуре стал июль. По неволе вспоминаются народные приметы. Наши предки говорили, что холодное лето к теплой зиме. Вообще верю в приметы, да? Не, не особо. Нет. На покроже снега не было. 14 октября не было снега вообще никакого. Поэтому зима бесснежная. Не, а вот лето может быть холодное, да. Ну, сейчас уже климат поменялся. Уже никакие приметы не действуют. Я вот предчувствую, что будет холодное лето. Не то, чтобы я верю в приметы. Ну, хочется, чтобы было хорошее лето и зимнее зима. Ну, я приметы вообще не верю. Да у нас лет-то не было нормального. Не верю. Нет, нет, нет. Все зависит от течений, от циклонов. Специалисты сделали детальный прогноз погоды на февраль 2020 года для всех регионов России. По их данным, на большей части территории страны температура воздуха в феврале значительно снизится. Но весна будет ранней и теплой. Сбудутся ли прогнозы синоптиков на последний зимний месяц, покажет время. Главное, чтобы зима не начала отдавать свои долги в апреле или в мае. Специально для вас все о капризах погоды выясняли Елена Грязкова и Константин Островский.